Это канал Третьяков Слушает. Сегодня мы находимся в необычном месте. Это христианская церковь. Ну, понятное дело, мы находимся в Америке. И крайние мои все, собственно говоря, видео за последние три месяца, они об Америке и о людях, которых я здесь встречаю. Мы находимся действительно в необычном месте. Это место христианская церковь, Ресторейшн Чёрч. Насколько я понимаю, церковь восстановления. Восстановление сердец. Виктор Каратеев, пастор церкви Ресторейшн Чёрч. Роман, ты почти был прав. В общем-то, церковь называется Ресторейшн Чёрч или восстановление сердец. Мой английский язык выделили уровень. У тебя хороший английский. Хороший, Роман. Я попозже, и я хочу просто, чтобы вы дождались того вопроса и тех историй, которые расскажет пастор. Все-таки подводочку мы сделаем. Подводочку – это не подводочку. Нет, подводочку – это в смысле мы дойдем до этих вопросов. Прости, Господи. Просто в церкви здесь буквально час назад было молитвенное служение, и я чувствую, наверное, меня накрывает. Кстати, об этом. Я был во вторник на молитве у вас, был пастор-мексиканец. Он здесь или он приехал из Мексики? Он здесь, он вообще с Гватемалы сам. Он живет в Америке. Я попытаюсь ставить фотографию или кусочек видео этого пастора, который проповедовал из Мексики. Он тоже пастор, да? Он выглядит, как голливудский актер такой. Он прямо одет и выглядит. Вот прям типичный такой классический. Вот если и мексиканец, то такой, понимаете, такой должен быть. То, что я хочу сказать. Я был во вторник, мы с Ромой из видеорубки, не знаю, как это здесь называется, но из студии, прямой эфир, кстати, каждый вторник. Я ссылочку сюда могу кинуть, и также в описании под этим видео ссылку на стримы, то есть на прямые эфиры служений воскресных и служений по вторникам. По вторникам в этой церкви проходит молитва. Я там стою, мы с Ромой в этой видеорубке разговариваем, а меня вставило. Прямо во время поставления. Я прямо, ну прям, как хочется сказать, что настолько помазание, ну намолено. Ну, будем уже откровенными, прям намолено реально. И это прям очень круто. Прямо это чувствуется, и это так, ну, касается. Это американская церковь, это русская церковь, или это смешанная церковь. Как вообще здесь это все называется? И действительно, если все-таки в процентном соотношении. Ну, вообще, Рома, я бы хотел сказать уникальность именно этого служения. Я, может быть, даже не называл бы чисто церковью или миссией. Все называл бы служение. То есть почему? Потому что у нас есть предыстория всего этого. То есть много лет я работал в миссии. То есть в американской миссии, в славянской миссии. Я являюсь директором миссии, которая называется Restoration of Hearts. И мы проводим служение вокруг земного шара. То есть в Африке, в Азии, в Европе, в Центральной Америке. Именно такая задача вокруг земного шара звучит просто. Ну, были в 54 странах мира. И я верю, что это только начало. Вот моя личная мечта побыть хотя бы в 100 странах мира. Вот дать людям или сказать людям о благой вести, которую мы сами получили от Бога. Вот все началось с миссии, которая называется Restoration of Hearts. Мы проводим большие фестивали, еванграционные фестивали, мы называем их Крусейды. То есть в Африке собиралось 140 тысяч человек на дослужение. Ну, какой год? Это было 4 года тому назад, в Европе. Да, мы только вернулись из Молдовы. Мы были в Центральной Америке, Эл-Салвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Куба, Перу. Это Южная Америка. Были в Бирме, если знаешь, в Азии. Сингапур, Япония, Россия, Украина, Молдова, Армения. Гватемала, чуть ли не Бангладеш. Россия. То есть вы понимаете, я хотел сказать, что такие страны третьего мира. Нет, нет, нет. Я сам русский, я с Россией. Россия для меня очень дорога. И все началось оттуда. То есть все началось с миссии, все началось с команды, все началось с благою вести, которую мы распространяем вокруг земного шара. Плюс того, мы помогаем вдовам. Например, за каждую поездку мы помогаем иногда 25 тысячам вдовам, сиротам. А кормим людей, проводим семинары, помогаем правительствам разных стран мира, лидерам. То есть мы работали как команда где-то на протяжении 20 лет. Как миссия, как движение, как служение. Ух ты. И только полтора года тому назад наша команда сказала, слушай, мы с разных церквей, но мы все равно работаем в одной команде, в одном направлении. Почему бы нам не начать собираться как церковь в воскресенье? И мы только открылись как церковь, чуть больше полтора года назад начался ковид. Опять мы все закрылись. И поэтому, как бы, в чем наша уникальность? Даже находясь здесь, мы обещаем наше служение на 180 стран мира. То есть это как бы церковь, в то же время это служение, в то же время это миссия. И мы, например, если молимся здесь, мы сразу молимся за людей, которые смотрят нас там, в том же Пакистане, в той же Индии. Как бы вот уникальность именно вот этого служения. Я хотел просто на потом, понимаете? А мы сразу артиллерию. Сразу артиллерию, да. Ну, там будет еще много интересного. Вот тогда я сразу и начну сейчас. Вот начинаю. Ну, не время ли собирать камни? Только для Себы трошки. Чуть-чуть все-таки. Потому что у меня первый вопрос. Зачем они так распыляются? Вопрос очень хороший, Рома. Вы не обижаетесь только. Зачем за хороший вопрос обижаться? Потому что можно сказать, да как ты смеешь такое спросить? Я считаю, что, во-первых, каждое служение и каждая личность, мы имеем свое предназначение на этой земле, свою роль. И поэтому вот Богом определено для нас вот выполнить, мы не все во всем, мы не самые лучшие. Но у Бога для нас есть задача и есть вот как бы в мозаике этот пазл, который мы должны исполнить. То есть без этого пазла Божье царство, Божья картина, я бы сказал, не была бы полной. То есть Бог каждому дает свое направление. Вот кому-то, вот у меня друг пастора, да, в Вирджинии, у него 13 членов. И он рад. Рома, он настолько рад, что он начинает новую церковь, у него 13, 14, максимум 15 человек, но он душу туда вкладывает. И он знает, что это его. То есть ни Африка, ни Азия. Вот он говорит, слушай, я еду в Пенсильвань церковь открывать. Я говорю, пастор Грег, это американец, я говорю, я знаю, сколько у тебя будет членов. Он, сколько? Я говорю, ну 13, максимум 15. Рома, не поверишь, он каждую бабушку там навещает. То есть вот это его предназначение, это его уровень, это его вершина. Писание говорит, что Бог каждому дал по мере, да. Вот нам Бог дал вот этот по его мере. То есть мы не самые лучшие, но мы, я верю, что выполняем то, к чему Бог нас призвал. И у нас призвал достигать благой вестью нации мира, народы. И это получается, ты знаешь, ты видишь Божье благоволение, Божье помазание, да, по то, что ты делаешь. И когда ты видишь, что все это устраивается, кстати, мы, может быть, позже к этому придем. Вообще, с чего это вообще в моей жизни началось? То есть когда мы начинаем мечтать, вот если быть, ну, даже по Библии, Писание говорит о том, что Бог дает нам желание по своему благоволению. Другими словами, мечтание. И я верю, что когда мы начинаем мечтать большими мечтаниями, и мы видим, как это осуществляется, нам хочется еще больше. То же самое, как ты журналист, да. Вот ты вот был в одной сфере, и тебе захотелось вот рискнуть, да, попробовать что-то другое. Не все легко, да, не все так как бы гладко, не везде красный тебе этот ковер постилай, то ты попробовал, у тебя получилось, может быть, с трудом. Тебе хочется дальше идти, больше взять. Бог нас так устроил. То есть жизнь коротка, и я верю, что максимум то, что мы можем сделать, прежде всего для Бога, второе для людей вокруг земного шара, мы должны выполнить. Ну, наверняка жена уже, либо в какое-то время говорит, слушай, ну, может, все-таки хватит уже, ведь вы разъезжаете. Это я могу себе просто представить, а может, я не могу себе представить, потому что это такие поездки не на неделю же. Ну, это на неделю. То есть всего раз в год? Нет. То есть мы стараемся балансировать жизнь семье, служение по месту и нашу работу вокруг земного шара. То есть в среднем мы выезжаем из дома на неделю в месяц. То есть три недели мы дома, а на неделю мы летим там в Африку, в Азию, в Центральную Америку, потом возвращаемся опять, три недели дома. И так вот в течение... Тракисты. Ну, да, тракистам хуже, потому что тракисты даже больше, чем на неделю уезжают. То есть мы все равно стараемся и для меня, и для моей команды балансировать. Вот три недели быть семьей, место по дому и потом... Ну, и за год сколько таких поездок? Ну, вот до Коида где-то 13 поездок в год за границу. Вау! Да. Ну, очень непривычно для русских людей, ну, или там, я не знаю, для славянских людей, да, это выросшие все-таки в советской христианской школе, церкви, я имею в виду, ну, и мы привыкли так, если ты слушаешь Богу, будь добр. Я помню, у меня до сих пор осталась обида, у меня дома проходит домашняя группа, и смотришь, интересно ты или нет, это мой родственник, пастор. Он не пустил, у меня во дворе чемпионат был по собакам, а у меня собака лучшая вообще. Он меня не пустил, потому что ты Богу должен служить. И то же самое я слышал по поводу института, я не имею высшего образования, мне было непозволительно, мы церкви открывали, я в команде миссионеров, и ты должен выбрать, Богу ты служишь или миру. И получается так, я почему сейчас застряю на этом внимание, ну, честно, мы не привыкли до сих пор, серьезно, я верующий с 14 лет, но до сих пор мы не привыкли, я не привык, меня режут слух, когда говорят, в балансе. Что ты хочешь сказать, а что так можно было? Ну, Рома, у тебя очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, то есть я, возможно, меня зрители или вот те, которые будут смотреть, они придадут мне анафеме, но я считаю, что жизнь христианская – это классная жизнь. Во-первых, не скучная, это жизнь, которая бьет ключом. Вот, к примеру, один из моих сыновей, то есть два моих сына, они играют в профессиональный футбол, то есть так. А я хожу на всех практике, вот если я дома, то есть вот у него 3-4 практики в неделю, я смотрю, как он играет. Это тренировка? Тренировки, плюс игры. Вот я с ним путешествую по побережью, когда они играют в футбол, вот я самый громкий болельщик, который… Я голос срываю не только, когда я проповедую, да, а когда я болею за своих детей. То есть я стараюсь как бы максимум времени провести с ними, то есть показать своими примерами вот как бы некоторые направления в жизни. У меня дети окончили музыкальную школу, да, они играют, они поют. Вот ты видел группу прославления, то есть… Мне даже говорили, это ваша дочь поет, поет, вставляет прям реально. Да, ну это… Да, ну это… Это слава Богу, то есть… Очень круто. Вот почему я говорю баланс. Во-первых, мы созданы на этой земле по многим причинам. Первое, мы представители Божьи на этой земле. Второе, мы осознаны для поклонения, да, чтобы угодить Богу. Третье, мы созданы для семьи, для общения. То есть ты моя семья. Если ты христианин и я христианин, ты семья моя, да, у нас один Бог. Что делает семья? Мы общаемся. Мы общаемся не только так, говорит Господь, там он накажет тебя, там все… Эй, Рома, как у тебя дела, да, что ты живешь на рыбалку, когда поедем? То есть для чего Бог создал природу? Чтобы мы наслаждались, правда же? Если мы не наслаждаемся природой, у нас нет времени наслаждаться природой, мы говорим, Бог, ты меня сотворил, вот я только что и говорю, мы там говорим, там как-то… Но Бог сотворил нас, чтобы мы наслаждались тем, что Он дал нам солнцем, ветром, природой, рыбой, общением, бургером. Тебе нравится стейк, кстати? Ты можешь по мне сказать, что мне нравится стейк. Бог сотворил, правда же? Я верю, что когда мы не отрываем себя от этого мира, то есть не становимся суперрелигиозными, вот ты не трогаешь… Иисус, знаешь, у него кличка была «друг мытарей и грешник». То есть вокруг Иисуса, ну извиня, можно современным языком таким, всегда была тусовка. Люди знали, что Иисус, знаешь, и хлебом накормит, и рыбу там, и кваском напоит. Как бы вот это притягивало к Иисусу. То есть не просто там «Я сын Божий, я там пришел, там грешники, окаяны», но вокруг него было вот именно хорошо, приятно. Я верю, мы должны быть такими же. Но вы, как сказать, бытийность России знаете. Конечно. И религиозную. Конечно. Но ведь целое поколение страдали от того, что родителей нет дома, и это прям серьезная проблема, дети служителей. У них вот изжога. Не то, что от служения от Бога, нет, но от всего этого. Потому что родителей... Почему я так говорю? Ну, у меня родственники верующие, пастора, и я знаю, как их дети. Ну, насколько это... Хорошие ребята, все нормально. Но я просто понимаю вот этот настрой, который был, ну, всплывал так часто. То есть такое сильное отторжение. Я смотрю, что здесь как будто все-таки ситуация другая, именно в Америке. Да, я думаю, что это другой, во-первых, настрой. Все равно коммунистический режим, как бы, он наложил свой отпечаток. Вот, да, не дай Бог там. Во-первых, детям не всегда можно было ходить на служение. То есть там могли детей отнять. Но вы берете слишком далеко. Ну, да. Я верующий, например, с 90-го. Ну, это отложилось, то есть это передавалось из поколения в ушеление. Да, смеялось просто. Да, почему, примеру, в некоторых церквях нельзя было там похлопать. Почему коммунисты хлопали? Если мы хлопаем, тоже мы становимся... То есть, знаешь, вот эта теология, которая, в общем-то, в чем-то была ошибочной, она передавалась из поколения в поколение. И люди, не анализируя это, они думают, что это единственный правильный путь. Вот как наши отцы поклонялись, как наши пра-отцы поклонялись. Ничего, как бы, я их не унижаю. Они в действительности страдали за Христа. Они в действительности были в тюрьмах ради веры в Бога. Но вот это передавалось. Я считаю, но это мое личное мнение, что христианство – это фан. То есть, что ты говоришь, да, ты пришел, и ты тебя коснулась, да, или накрыла. Это фан. То есть, если Бог тебе накрыл, ты стоишь, и думаешь, вот это жизнь малина, да? И ты хочешь, чтобы этот фан испытали твои дети, твои родственники. И вот, к примеру, сын Марк, вот он сидит в этом зале. Я беру вообще утренние молитвы в 6 утра, братские встречи. Он знает всех епископов. Все епископы города знают его. Почему? Я говорю, эй, кто-то епископ такой-то, ну смотри, это мой друг. Я его шрепаю по плечу. Это фан служить Богу. Это вот, знаешь, самое большое удовольствие, которое мы можем иметь на земле – служить Богу, общаться с его детьми. И вот, когда, я думаю, мы это вливаем или отображаем на наших детей, на наше окружение, они заражаются от нас. Оказывается, я говорю, к примеру, если это угрюмый человек, да, или в печали, навести бабушку. Он приходит бабушку навести, знаешь, сам такой вот, там, все ломит, там, спина ломит, ноги ломит. Он уходит от бабушки, говорит, слушай, я чувствую себя хорошо. Я говорю, да, закон Библии работает – блажение давать, нежели принимать. То есть, когда мы даем, наша рука открывается, чтобы получить от Бога больше. Когда мы только берем, наша рука сжимается, и мы не можем получить больше ничего. И вот это жизнь христианства, жизни даяния. То есть, ты больше даешь, тебя больше накрывает. Ты больше любовь продаешь, ты больше его испытываешь в ответ. И вот это вот ты ходишь, вот постоянно, некоторые люди говорят, знаешь, христиане, вот, там, 30 лет назад было хорошо, там, 10 лет назад. А я знаешь, как я вам говорю, вчера мне было хорошо, сегодня гораздо лучше, чем вчера. Я не могу дождаться завтрашнего дня, потому что как-то мне понравилось слово, меня аж накрывает, завтра будет еще лучше. У одного человека спросили, у одного художника спросили, слушай, какая твоя самая хорошая картина? Он говорит, следующая, которую я напишу. Да, которую я еще не написал. Которую я не написал. То есть, он не просто вот вчера было, да, там, позавчера было, а завтра будет еще лучше, а завтра я вот что-то другое переживу, что-то… И вот я считаю, что, во-первых, Бог, Он неизмерим, в Нем глубина. И поэтому, когда мы движемся в Боге, когда мы служим другим людям, жизнь вообще не скучная ровно. Приедя сюда, я нормально сказал, приедя сюда. Ну, короче, находясь здесь, в Америке, я, ну, сталкиваясь с верующими людьми, некоторыми, нормально, ребята, все нормально, но теология у них такая, такая, как была в России, может быть, лет, ну, лет 20 назад. Потому что церкви в России, на самом деле, уже сильно-сильно продвинулись. Реально? Да. Да. И встреч… Ну, ладно, к чему я? Там я что-то услышал, там я поговорил с верующими что-то. Тут вот прям совсем недавно там, что от Гарри Поттера, фильмов, там, бесов можно нахвататься. Да, мы так думали, но это было 20 лет назад. Или вы так тоже думаете? Ну, ты говори. Я потом скажу. Я… Да, да, да. Ну, или какие-то другие вещи. Вот, как вы, не ощущаете ли вы, или… Разрыв, разрыв… Да, именно славянское христианство. Вот те люди, которые, ну, без обидства будут смотреть. Ну, это же мое ощущение, что вот я… Потому что через, там, год, там, и какое-то время я свыкнусь, и уже не буду этого замечать. Сейчас это остро, слишком остро я воспринимаю. Как вы? Видите ли вы это, или вы вообще вне всего этого? Конечно же, есть разница, есть разница культур. Вот. И она большая разница. В чем-то мы должны ценить культуру от той или другой нации, да? То есть у русских, к примеру, есть свое богатство, тот же самый Достоевский, да? Или там другие, там… К примеру, у американцев есть своя культура. В чем-то ценности моральные, они всегда одинаковые. Но понимание иногда тех или других вопросов, оно разное. Если, к примеру, русские или славяне приехали в Америку, они должны почитать американцев… Если мы говорим просто о культуре… Ну иначе зачем приехал? Да, иначе зачем приехал? Смысл, в силу вообще? Да, мы не можем и мы не должны поменять Америку под свои понимания. То есть если ты приехал сюда, как говорят в чужом монастыре, нельзя со своими, как бы, законами, да, служить, то же самое в Америке. Вот, и поэтому то, что в бывшем Советском Союзе ценно, это та ценность. Если американцы приезжают в бывший Советский Союз, они должны уважать культуру понимания, да, славянского народа. То же самое с нами. То есть, к примеру, насчет бесов, если говорить туда, кстати, это очень интересный вопрос. Я верю или я думаю из своего опыта, что бесов мы можем нахвататься не только с Гарри Поттера, а мы можем нахвататься просто друг против друга. То есть это не значит не всегда, что ты смотришь и как ты смотришь, а как ты воспринимаешь ту или другую информацию. Правда же? То есть одна информация одного человека может задеть, та же самая информация другого человека может не задеть. И вот это восприятие того или другого момента. Вот некоторые, к примеру, испугался вот он на улице, да, и все, он ночами может не спать. Другой в той же самой ситуации говорит, а что тут пугаться? То есть все зависит от личного восприятия того же фильма или той же самой игры или того или другого момента. Ты можешь нахвататься, это может уничтожить твою жизнь, или для тебя это может быть наоборот даже полезным, принять что-то и узнать. Правда же? То есть я считаю, что это как бы так, и поэтому каждый человек должен анализировать или понимать свое состояние. Вот для чего нам нужен Святой Дух. Писание говорит нам, Павел говорит, что Бог дал нам не духа, боязни, но силы, любви и целомудрия. А в переводе слово целомудрие, это как бы целомудрие, это чистота в отношениях, да, но дословный перевод – это дух дисциплины и правильного понимания. То есть мы иногда люди обманчивые сами по себе. Знаешь, кого мы больше всего обманываем? Сами себя. Ну да. Вот особенно когда решение какое-то делаем, знаешь, себе наворачиваем, вот я вот это сделаю, а мы внутри знаем, что это неправильно, мы не будем делать, но мы обманываем сами себя, и вот для чего нам нужен Святой Дух, чтобы определить, слушай, а правильно ли я это делаю или неправильно? Эмоции мои зашкаливают, а внутри сердца, вот правильно это решение или неправильно? И для этого, то есть когда мы общаемся с Богом, мы говорим, Бог, проговори мое сердце, стоит ли для меня смотреть этот фильм? Стоит ли мне быть в этом обществе или нет? Стоит ли мне играть в эту игру или не стоит? То есть для какого-то человека это может быть нормальным, но для меня это может быть ненормальным, учитывая мою психику, моё положение, мои травмы, мою боль, понимаешь? Ну, а ваши дети Гарри Поттера смотрели? Нет. То есть чисто... Да. Вот видите, я и говорю, понимаете, я и говорил, что здесь не... Я Ильич тоже так считал, что Гарри Поттера, но когда посмотрел, как будто христианский фильм, а «Властелин колец». Ну, я смотрел. Нормально? Ну, я не скажу. А написал Телкин? Невозможно не обсуждать вопросы, связанные с войной. И ладно бы это было где-то там, что-то локальное, оно как бы где-то там и что-то локальное отсюда, но весь мир в итоге затронул то, что все обсуждают. Но я думаю, что это самое обсуждаемое вообще, всё, что происходит. И с Европой, опять же, влияние там на экономику. Вы что думаете? Может быть... Ну, вот мы за кадром поговорили, да? Вы всё-таки своё мнение выскажете, но я хочу ужесточить вопрос. Не кажется ли вам, что безответственно не принимать сторону какую-то? Как христиане мы выбрали библейскую позицию. То есть, в Иисусе Христе, как говорит Библия, не существует ни Иудеи, ни Елена, да? Мы свободны в Иисусе Христе. То есть, если какой-то народ терпит боль, пустошение, голод, неважно какой этот народ, мы должны быть первыми, которые помогут этим людям. Так нас учил наш Господь Иисус Христос. То есть, всё в этом мире, во-первых, настолько политизировано, во-вторых, что мы не можем до конца верить новостям, которые получаем, неважно, с каких источников. Будь то либо война в Украине, будь то либо выборы в Соединённых Штатах Америки. То есть, каждая всегда сторона преподносит свою позицию как единственную правильную позицию. И сейчас война, в общем-то, выигрывается, как все говорят аналисты. Это информационная война. Вот Россия преподала вот так вот, все сказали вау-вау-вау, она выиграла войну. Украина. То есть, единственное, на что мы основываемся, это Слово Божие, это Писание. Оно вечное, оно всегда стоит, и этому Слову Божию мы можем полностью доверять. А Слово Божие говорит, любите врагов ваших, молитесь за ненавидящих вас, так помогайте людям вокруг. И для нас, то есть, мы как христиане, мы не просто граждане какой-то страны, мы прежде всего граждане неба. У нас один Отец, Господь Иисус Христос. И его дети, его дети живут и в России, и в Украине, и в Армении, и в Пакистане, и в Америке. То есть, какое право я имею, могу ненавидеть моего брата, который живет в другой стране? То есть, сильные в этом мире они борются. Но мы, как представители неба, как дети всемогущего отца, мы все братья и сестры во Христе. Я русский, но наша церковь, наша команда, мы отправили в Украину в 8 контейнеров с гуманитарной помощью. Вот я хотел спросить, Рома, он за камерой, вы не можете его видеть. Ну, Рома как-то, еще когда мы только познакомились, просто случайно, он обронил, что вот, да мы там, ну, как бы, да мы там в Украине собираем. К чему я сейчас подчеркиваю это? Потому что, видите, насколько я понял, вы, грубо говоря, не хотите ничью в сторону. То есть, вы хотите быть вне. Но контейнеры отправляют, понимаете? Несмотря на любые накалы эмоциональные, и все, что происходит, то, что мне кажется, что вообще сейчас еще сильнее волна, ну, за волной. Ну, понятное дело, этот конфликт уже всех достал, всем надоел. Верующим и неверующим, ну, всем. И Европе, в том числе. Потому что, и тем не менее, видите, вот одно, одно это контейнеры, да, 8 больших контейнеров с помощью, там, с одеждой, с едой, с медикаментами, там, с постельным бельем мы отправили. Мы помогали, у нас есть команды, которые с военных зон вывозят людей в более безопасные зоны. Там, в Украине. Мы помогаем беженцам, которые в Польше, которые в Румынии, которые в Германии. То есть, украинцам беженцам. Почему? Потому что, там, где есть боль, туда хочет прийти Христос. Куда хочет прийти Христос, там должны быть мы. Вот, но, если сейчас же, к примеру, боль придет в Россию, мы готовы будем ринуться в Россию, помогать России. Опять, ни политикам, ни направлениям, ни идеологиям помогают людям. Иисус Христос, Он не пришел ради религии, Он не пришел ради политики, идеологии, Он пришел ради людей, которыми и мы являемся. Он пришел, чтобы помочь и спасти людей. И вот это является центром нашего внимания. И, к сожалению, вот, к примеру, некоторые христиане, они вот, там, почему там русские, там, вы за Украину не заступаетесь, там, вы там должны. Но почему, извините, я не хочу обидеть никого, почему вы украинцы не заступали за китайцев, которые в тюрьмах сидят, да, страдают за веру, за иранцев, за иракцев. Но мы стараемся нашей командой, Рома, и в Иране помогать, и в Ираке помогать, и в Африке помогать, и видеть там своих братьев. Это же знаменитая история, вот этой женщины, которую посадили, я не знаю, чем она закончилась, в Пакистане или в Иране, все собирали петицию, я не знаю, чем закончилось это все. Если кто-то будет смотреть, и вы хоть что-то знаете, но интересно, можно отписать в комментариях. Но история была, конечно, несколько лет уже назад. поэтому, дорогие те, которые смотрят, то есть, если наше сердце в действительности открыто, то есть, мы можем послужить и вместить в себя любого человека, любую личность, но мне иногда говорят, ой, ты как русский, тебе там по Америке страшно ходить, и там все ненавидят тебя. Вот это был мой следующий вопрос, потому что я, когда только сюда попал, я опасался рот свой открывать, я вырос вообще на Украине, и когда мы переехали в Якутию, мне сказала, сестра моя родная, в автобусе, если ты произнесешь хоть одно слово, там не то, что на украинском, я по-русски говорить не мог, а я не мог по-русски, я только украинский, она говорит, нас убьют. потом выяснилось, что пол этого города из Донецка, из Макеевки, то есть там реально оказалось, что все не так, но я боялся. Я это чувство вспомнил с детства здесь, потому что я думаю, если я заговорю, а я сам такой, ну, я могу за себя постоять, я вроде такой всегда на чеку, все, но здесь меня отпустило, на самом деле, то есть я уже не на чеку. Дело в том, что все вот здесь вот и накаленная вот эта, я считаю, это неправильная информация, лжиная информация, которая сейчас вокруг звучит. Я был в Украине минимум 15 раз. Я не разговариваю по-украински, понимаю, не разговариваю по-американски, ни разу не было, что в украинце ко мне плохо отнеслись, ни разу. Я был, что в западной Украине, что в центральной, что в восточной, ни разу. То есть даже в Киеве я еду на автобусе и начинаю разговаривать. То есть мне задают вопрос, к примеру, по-украински, я отвечаю по-русски, вдруг киевляне начинают со мной по-русски говорить без всяких проблем. Общаясь с американцами, мне американцы говорят, откуда ты? Я говорю, я русский. Да ты чего, классно. То есть у меня, ну, сотни друзья американцев, ни один, ни один. То есть я считаю, серьезный человек или интеллигентный человек, он отделяет личность от политики, от идеологии. И по Писанию говорится, что Писание говорит, что Бог нелицеприятно судит, но все, которые боятся Его, они угодно Ему. То есть неважно, откуда ты, с какой страны, с какой ты нации. Поэтому я очень люблю украинцев, у меня половина в семье людей украинцев, я очень люблю русских, я не стыжусь того, что я русский. Бог меня предназначил родиться в этой стране и вот иметь такую национальность. Но прежде всего, я гражданин неба, я представляю Бога, я представляю Его Царство, я представляю Его Любовь. Вот это для меня самое главное. Не важно кто. Помнишь случай про самарянина, да, Иисус Христос рассказывал? Все думали, что там иудеи, такие крутые, помогут ему. Самарянин, которого все плевались, которые говорили, он собака. Он остановился, он омыл. Иисус Христос сказал, вот этим вопросом он поменял понятия всего человечества. Он спросил этого законника, слушай, кто для этого пострадавшего стал ему ближним? Кто для меня стал ближним? Или человек моей нации, или человек, который в нужде? Я верю, что в чувствование, которое Бог дал нам, человек, который в боли, который в трудности, который в нужде, он мой ближний. И я должен сделать максимум усилия, чтобы помочь ему. Не так давно я разговаривал с одним пастором, он наткнул просто меня на такую мысль, мы сейчас возвращаемся все-таки к поездкам, к вашим. Наткнул меня на такую мысль, все нормально? Наткнул меня на такую мысль по поводу, ну той же Африки, по поводу вообще проповеди, Евангелия в третьих странах. Ну, это не обидно, это, по крайней мере, обозначено, мы так понимаем. Зачем ехать туда, когда здесь много нужды? Не-не-не, просто, что меня наткнуло, сейчас вспомнил об этом, то, что вы говорите, ну, нужно уметь различать, нужно уметь различать, и мне кажется, это проблема отсутствия у людей критического мышления, именно критически рассуждать, ну, грубо говоря, все подвергать сомнению, и я очень сильно грешил как бы на верующих, что у них отсутствует вот эта как будто мышца какая-то в мозгах критически, то есть подвергать сомнению, мы же верующие, мы ей доверяем всем, и самое первое, я помню, мой родственник объяснял мне, какой Иисус, и он мне говорит, ты пойми, ты немножко похож на Иисуса, кстати, вот бородой, длина волосами, мне в России так говорили, и он мне говорил, мы верующие, грубо говоря, три месяца, это 91-й год, и он мне такой говорит, или там 90-й, 89-й, какой-то такой год, ну, потому что они стали верующие в 89-м, и я постоянно общался об Иисусе, и он говорит, ты пойми, Иисус, Он такой доверчивый, всем верит, а дьявол его обманывает и обманывает, ну, и все, что мы знали об Иисусе, так и вот я и про людей, что вот, но сейчас я вижу, ну, в связи с этими ужасными, трагичными событиями, войной всей этой, что это вообще эпидемия отсутствия у людей критического мышления, но я сейчас все-таки от политики к нашим делам веры, что вы думаете, ну, вот я скажу тезис, не надо обижаться там, ничего, потому что вы же ездите туда, я же там не был ни разу, но мне кажется, и я почему об этом пасторе упомянул, мы с пастором общались, и он мне наткнул на эту мысль вообще критического мышления, о том, что у христиан, ну, очень сильно не хватает, отсутствует что ли, и почему, например, это одна отсутствие критического мышления, причина, по которой очень много, якобы, исцелений в Африке, там, в Эфиопиях, там, и так далее, они, но это все, я сейчас веду к чему, это все то же самое, как будто бы, слова из той же самой песни, что выяснилось, что Банихин, оказывается, половина его документированных, как бы, вещей, оказывается, и вовсе не задокументированы, а он говорит, что якобы, я просто хотел научить вас верить, я не говорю, что сейчас это грех, это ужасно, не, как есть, так есть, то есть, что имеем, то имеем, я сейчас не в осуждении, все нормально, мы все учились, и они, ну, это их методы были, достижения веры, что вы думаете, потому что вы же там все-таки проповедуете, были ли случаи исцеления, и так далее, и я не к тому, что им легко верить, потому что у них отсутствует критическое мышление, не об этом, а о том, что, ну, половина вещей, которых, типа, нам оттуда привозят, их не нет. А с Африкой привозят? Да, ну, типа, вот этот фильм «Трансформация», все его знали, но я слышал такое серьезное мнение от других людей, которые побывали в этих странах, ну, и как бы, нет там никаких трансформаций, о которых заявлено в этих фильмах, в этих, что там все поменялось, ну, то есть не так все, как нам преподали. Вот из всей этой потока моего что-нибудь... Это классный поток, это классный поток, это очень хороший вопрос, то есть, да, мы проводим служение в Африке, да, много людей в Африке исцеляются, много, да, происходит трансформация общества, к примеру, один раз мы проводили большое служение, в Африке, и нам позвонили с налоговой полиции, приезжайте еще раз. А мы говорим, а почему, потому что, говорят, ну, на 30% люди налоги стали лучше платить, после того, когда мы уехали. Вау. Да, то есть, как бы, трансформация какая-то есть. Вот единственное, не единственное, один из факторов, который влияет, это постоянство. То есть, конечно же, одним служением, неделю служения, ты не можешь поменять мышление африканцев. Да, они решают жить по-другому, но это целый цикл, то есть, это учение, это хорошее, среда. Да, это среда. То есть, нужно заставлять, или погружать их в эту среду. Да, и поэтому, к примеру, вот как ты говоришь, критическое мышление, то есть, просто люди, которые говорят, вот вы уехали, там, и все, там, сейчас все отличники в школе стали, но они всю жизнь учились воровать, к примеру. И ты им сказал, что воровство – это грех. Но они еще не знают, сколько это грех, сколько это не грех. Ты знаешь, мне цыган в России к один подошел, да, но это правда, но это правда. Мне цыган подошел в Россию, один говорит, слушай, Виктор, знаешь, почему это цыганам разрешено воровать? Знаешь, оказывается, что цыганам можно воровать? Я говорю, ну скажи, он говорит, потому что, когда Христос умирал, один цыган украл гвоздь. И вот Иисуса там пронзили, там, тремя гвоздями, а четвертого не было. И теперь, как бы, цыганам разрешается воровать и обманывать. Ну, это их легенда, как бы, такое. И они пропитаны этим. То есть, надо этим людям, к примеру, чтобы понять, что, в общем-то, что они делают, это неправильно. И часто это не делается за один день. Плюс того, если мы вернулись к вопросу исцеления, да, Бог исцеляет, и Он исцеляет и в Америке, и везде исцеляет. Но, можно мыть, вот, как ты говоришь, еще глубже на него туда? Почему иногда болезни возвращаются? Почему вот человек, вроде бы, он почувствовал себя хорошо, и вдруг через день, через два, через год опять это возвращается? Дело в том, что многие наши болезни, они появляются, то есть, мы не удаляем корень этих болезней. К примеру, многие наши болезни на нервной почве. Желудок, голова болит, сердце болит, да, человек стрессует, или он нервный. Бог исцелил его сердце, или Бог исцелил голову, но он продолжает быть нервированным человеком. Скорее всего, эта боль опять вернется. Отразится опять. Плюс того, что боль, хорошая боль, если хорошая боль, это элемент, который Бог вложил в наше тело. Боль – это хорошо. Знаешь почему? Как электроэлектроэлектрошейник сейчас. Не в этом смысле. Вот, к примеру, если бы не было боли, ты бы рукой приложился к горячей плите, и она бы сгорела. Но боль заставляет тебе руку отдернуть, и она не сгорит. То есть, боль – это хорошо или плохо? Хорошо, конечно. Это хорошо. И поэтому, если ты не удаляешь корень от своего заболевания, или, к примеру, там Бог исцелил твой насморк, но ты опять выходишь на улицу голой зимой, и все прочее, или там общаешься с людьми, которые кашляют, и все прочее, скорее всего, эта болезнь опять тебе вернется. Ты можешь упрекать Бога, ты можешь упрекать помазанников, пастырей, молитвенников. Ну, ты сам, извините меня, глупый, из-за выражения, не выходи на улицу без шапки, не перегревайся на сумочке. Тут нет ничего духовного. Один из юморных моментов таких, во время Великого Поста, знаменитая история, монах один решил свечку, это яйцо на свечке поджарить. Вот он в келье как бы заперся, там это, везде пост, а он на свечке яйцо поджаривает. И дверь открывается, батюшка заходит, и он говорит, сразу монах перепугался, говорит, ой, батюшка, извините, бес попутал. А бес сидит рядом, говорит, да я бы до этого даже не додумался. То есть, очень часто мы сваливаем на бесов, на грехи, но это наша простая, человеческая, греховная, иногда обманущая натура, которая, тут ни беса нету, там в чем-то ни Бог не допускает, это мы сами. Правда же? То есть, не выучил уроки, и там приходишь на экзамен, там вот бес попутал, у меня учитель такой, плохой двойку поставил, да ты выучи урок, то же самое, понимаешь? И мы иногда готовы сваливать как бы на тех или других людей. То же самое, трансформация. То есть, я был в одном, не помню в какой стране, вот, кажется, или в Гондурасе. Нормально, да, я не помню в какой был стране. Ну, я был в 54 странах мира, вот, но меня возили вот на то место, где вот в этом фильме показывали по трансформации. Ну, где-то в Центральной Америке. Ну, на мой взгляд, то есть, я не знаю, как было до этого. То есть, если бы я, к примеру, знал, что до этого было вот так вот, ну, там в действительности был прогресс. То есть, там в действительности вот были плоды там большие, ты про это говоришь, да, я не помню, там бананы или там что-то, то есть, были, ну, довольно внушительных размеров. То есть, я не был там до того, как этого случилось, но я ходил по этим местам, и я видел, что в действительности фрукты, которые впечатляли. То есть, я не был везде, но в одном месте я был. Но плюс-то опять, люди, к примеру, если бы они потеряли отношение с Богом, то есть, это все было же когда, это не значит, что это вечно так будет. То есть, люди продолжают грешить, люди продолжают отступать от Бога. И те плоды, которые раньше приносили, как бы, вот такой вот эффект, вдруг червях начинали туда залазить. Почему? Потому что человек потерял то отношение с Богом, которое, и теперь всегда как бы винить, о, знаете, вот я там через 20 лет приехал, там нет того. Да и люди поменялись, да их отношение поменялось. Знаешь, то есть, мы как бы, мы не можем иногда так вот судить или иначе судить. но у меня был диалог с одним пастором не так давно уже здесь. и у него такая претензия, что роль пробуждения переоценивают. потому что он клонит в ту сторону, что важнее ходить перед Богом, ну, в том библейском смысле, как ходил там Авраам, или там Енох, неважно, ну, кто ходил перед Богом, именно в эту сторону он клонил и перечислял, потому что во время пробуждения меняется то-то, то-то, общество и так далее. Я как бы согласился, он очень для меня авторитетный. А потом я еду, на светофоре написано Jesus loves you, там просто орет прославление, песни, которые я знаю, которые все в России знают, Хилсон. Я думаю, поднимаю голову, тут церковь. Я думаю, ну, не это ли и есть, мы живем в пробуждении, здесь. Может быть, вы привыкли, уже не чувствуете, но в России много церквей, но здесь. Я слышал про Корею, люди, у нас же Корея с Дальним Востоком рядом, но здесь церковь на церкви, на церкви, на церкви, чихнешь тебе, bless you, кричат там. И мне говорят, да тут все верующие, тут действительно вопрос, тут да, как бы не все верующие, но верующие все. Ты говоришь, в какую церковь хочешь? И он говорит, да, там в такую-то. То есть, и я поймал, и потом я этому пастору говорю, слушай, ну ты посмотри. И он говорит, ну ладно, в этом пункте я согласен. Есть, есть, Рома, веселая история, я ее расскажу, она называется про собаку, которая не умеет плавать. Ты слышал про эту собаку? Нет. Один охотник, вот его собака, с которой он ходил на охоту, она, ну умерла. И он решил купить другую собаку, приходит в магазин и говорит, мне нужна собака вот охотничья на уток, ну крутая. Ему говорят 15 тысяч долларов. Он говорит, ну извините, я не хочу как бы весь магазин купить, мне нужна только одна собака. Они ему говорят, ну вот эта собака столько стоит. Он говорит, ну в чем особенность? Говорит, вот ты возьми его на охоту, и ты увидишь, что эта собака отличается от всех других. Ну охотники, знаешь, как и рыбаки, они вот без ума от своей охоты, он заплатил кредитной карточкой, взял собаку, все, приходит домой, его брат говорит, слушай, где собаку взял? Он говорит, купил, не поверишь, за сколько он, за сколько там, 50 долларов, не, 15 тысяч, ты что, говорит, в своем уме? Слушай, поедем на охоту, и вот ты узнаешь, что моя собака отличается от других. Они залезли в лодку, поплыли как бы на взморе, утки стали лететь, охотник вынимает ружье, стреляет в утку, она падает, и он говорит своей собаке, слушай, принеси утку. Собака выпрыгивает из лодки, из-за того, что у нее были широкие лапы, она не поплыла, она побежала по поверхности воды. Схватил утку, припрыгивает опять в лодку, глаза у этого, знаешь, хозяина были большие, как пять копеек, он с гордостью смотрит, так знаешь, крутая собака, ну, а вдруг, знаешь, ошибся, вдруг мне показалось, еще раз попробую. Опять летит утка, он стреляет, утка падает вниз, он говорит, собаке принеси, собака выпрыгивает из лодки, бежит по поверхности воды, приносит обратно, знаешь, назад, этот гордый хозяин смотрит на своего брата, знаешь, такой, ну че, теперь ты видишь, почему моя собака такая особенная? А его брат помотал головой и говорит, слушай, первый раз в жизни я вижу собаку, которая не умеет плавать. То есть, его не волновало, что эта собака могла бегать по поверхности воды, да, его волновало вот то, что собака не смогла сделать. К сожалению, вот отвечая, как бы, на тот же вопрос, который ты и задал, к сожалению, сегодня много христиан и даже не христиан людей, которые не замечают хорошего, что происходит вокруг. Но не все же исцелились, ну не всем же помогли, ну не все же переехали, ну не всем же... Ненасытная природа, да? Ненасытная натура, совершенно верно. Есть люди, которые, знаешь, такая есть пословица, что пчела, она везде найдет цветок, где бы взять эти пыльцу. Муха везде найдет, извини меня, что-то, чтобы на что-то сесть. То есть, как бы, та же самая территория, а муха всегда найдет вот на что-то свое, да, обчарство. И люди... Каждому свое. Да, люди, к сожалению, может быть, ты замечал таких людей, они вечно чем-то недовольны. Сильно дорого, сильно дешево, сильно хорошо, сильно громко, сильно тихо, сильно, знаешь, такое. И вообще, я по себе думаю, что Бог призвал нас быть более оптимистами, более искать хорошей стороны в людях, которые вокруг нас. Потому что плохого и так много. Плохого и так люди замечают. Один из великих ученых или отцов веры, он сказал, что говори мне про то, что ты знаешь и в чем ты уверен. Сомнений у меня у самого хватает. Ты самого хватает. А вот... Пробуждение, как сказал мой духовный отец, вот его зовут Рейхенбонки, он великий был евангелист, он говорит, пробуждение везде, где я. Потому что пробудившийся Христос живет внутри меня. И куда я не прихожу, там везде пробуждение. Кстати, очень интересно, извини, я знаю, что ты хотел что-то сказать. Он приезжает в Африку и ему говорят, Рейхенбонки, ты чувствуешь демонические силы везде, там, это что, прессовка такая, знаешь, все там, все там, бесы везде, там демоны. Он так улыбнулся на них посмотрел, говорит, извините, братья, я просто на другой волне. Я говорю, куда не приезжаю, я Бога чувствую, я ангелов вижу, знаешь, мне хорошо. А некоторые люди, знаешь, на радио переключаются, на волну там, на другую переключились, на двою волну, вот и все будет хорошо. Почему вы сказали, что ваш духовный отец Рейхенбонки? Эта история вообще уникальная. Когда мне было 8 лет, мы жили в России, в городе Астрахань, недалеко от Каспийского моря, мне или к нам в дом принесли календарь Рейхенбонки. Там был Рейхенбонки, проповедуют сотни тысяч людей, как бы слушают его. И у меня у маленького мальчика появилась мечта хоть раз в жизни побыть на служении большого евангелиста. Я об этом мечтал, я в это играл. Сам знаешь, в то время нельзя было с Россией далеко выезжать, не было денег и всего такого. Даже пастор в церкви обнял меня, говорят, ну, помечтай, помечтай. Мечтать мне вредно, как и все. Но, если Бог дает мечту, то Бог стоит за этой мечтой. И нет ничего невозможного для Бога. Мы переезжаем в Соединенные Штаты Америки, и я с моим другом с Америки уже поехал в Киргизию. И там висят плакаты, там большой проповедник проповедует, мне говорят, ты знаешь, сядь Бонки, его звать Брэн Тридис, он там проповедовал на стадионе, там 5000 мусульман, пока, знаешь, такое, ты должен с ним познакомиться. Я приезжаю в Америку, я сокращаю историю, я звоню ему, говорю, Брэнт, так и так, не можешь ты в Портленд приехать к нам провести служение? Он говорит, да, приеду. Это сядь Бонки. Он приезжает сюда, я его перевожу на русский язык, с английского, мы провели для славян несколько служений, он говорит, слушай, я еду в Россию, хочешь поехать меня переводить? Я стал с ним ездить в Россию, потом он через некоторое время говорит, мне нужен международный директор, не хочешь ли ты работать на меня? Мы переехали с женой в Вирджинию, я работал международным директором у зятя Бонки, дочка Бонки была мой менеджер, и вот, и многое то, что происходило и происходит в моем служении, то есть я научился, впитал от моего босса Брэнта Риджис, взять Бонки, или от самого Бонки, который... Я не помню, когда сам Ринхард Бонки умер. Он где-то года 3 тому назад, Вы хоть его увиделись? Да, ой, несколько раз, конечно. Вау! Конечно. Ну, я понимаю, что большинство, не большинство, меня смотрят, а в основном взрослые люди, и эти люди, все-таки, кто такой Ринхард Бонки, должны знать, но я понимаю, что для целого поколения это имя ничего не значит, но... А я скажу, чем... Это целый кластер. Да, чем знаменит этот человек на протяжении последних десяти лет своего служения... Десятилетий! Ну, да он десятилетий служил только за последних десять лет, когда они стали считать, через его проповедь уверовало или покаялось 75 миллионов человек. Это только за десять лет. То есть, они до этого не считали сколько, то есть, как бы... То есть, это, ну, практически, его считают апостолом Африки, там просто многие страны, города, они были, вот, в хорошем смысле изменены через служение вот Рейдхард Бонки. Первая проповедь, первая кассета вообще, кассета, в... фи... фи... или... не видео, нет, кассета, в кассетный магитофон, это был Рейдхард Бонки. А Марии он проповедовал, что Лазарь умер, Мария. Да, да, да. Это было... И я на радостях, переехав потом с Якутии в Питер, пастору говорю, ты представляешь, у меня такая кассета. И когда он узнал, что это Рейдхард Бонки, ты что, баптисты? И они мне дали книгу «Игра с огнем». Эта книга полностью разоблачающая харизматические движения. Я начал читать эту книгу, чтобы изучить, и в итоге так я стал харизматом. Потому что все эти цитаты Бонни Хина Рейдхарда Бонки я просто так принял, как... И я подумал, вот она игра с огнем. Вальфранк Бюне написал эту книгу, я помню до сих пор. И эта книга такое лучшее пособие для 50-ников и харизматов. Вальфранк Бюне «Игра с огнем». Вальфранк Бюне «Игра с огнем». «Игра с огнем». «Игра с огнем». Билли Грэм организовывал, я был волонтером. Он... Никто так не организовывает каждый этап, как он. У него все по 100 и по 50, как я сказал. Мы помогали ему делать служение в Олимпийском в Москве. Или в Лужниках. Кажется, в Олимпийском было, я уже забыл. Они сделали на этой евангелизации 12 составов поездов. Один шел с Латвии, другой с Сибири, один там, например, из Камчатки. Села батарейка, но я спросил. В завершении именно этого выпуска, потому что мы все-таки не завершили. Еще хочется много вещей обсудить. Косточки перемыть еще. Еще не все же. О чем, чтобы сейчас все-таки мы могли хоть какую-то паузу поставить? Ну, послание, может быть, или то, что вы несете, или слово 2022 года. Не обязательно 2022 года, но именно вот этого времени, которое сейчас происходит. Вы видите, сколько событий, и не поймешь, на чем акцентироваться в конце концов. Поэтому может быть какое-то ободрение. Как это? Керич слово, да? Ага. Керич. Спасибо, Роман. Я буквально постараюсь сложиться в две минуты. Два часа. А я хочу сказать, что мы должны отделять временное от вечного. То есть, многие наши эмоции, информация, обиды, переживания, они временные. Душа, которая у нас есть, она вечная. И мы, к сожалению, много своего внимания, концентрации, времени, энергии тратим на то, что временное. И забываем про то, что есть вечное. Это есть наша душа прежде всего. Библия говорит нам о том, что мы с вами вечные, и наша душа будет существовать всегда. И в зависимости от того, как мы прожили жизнь на этой земле, мы проведем нашу вечность. Другими словами, с Богом или без Бога. Часто мы говорим «У меня душа болит». Единственное, которое может исцелить нашу душу, это Бог. Это Иисус Христос. Потому что Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас, оправдать и помиловать. Самое большое счастье это быть прощенным человеком. Это быть человеком без чувства вины внутри себя. Давид пишет в своем псалме, что «блажен человек, чьи грехи отпущены». Я предлагаю всем тем, которые смотрят нас, если вы чувствуете, что внутри вас есть какая-то вина, что-то вы сделали, что-то пошло не так, какая-то ошибка, сейчас есть время прежде всего примириться с всемогущим Богом для вечности. Если можно, закройте глаза вместе со мной, давайте сосредоточим свое внимание на Нем и на том, что вечно. Скажите вместе со мной, дорогой Господь Иисус, «Я прихожу к Тебе такой, какой я есть. Я грешен, я виновен. Прости меня, помилуй меня. Я верю, что Ты умер за меня там на кресте, что Ты пришел на эту землю, чтобы искупить и спасти меня. Прости меня и спасти меня. И с этой минуты я хочу жить только для Тебя и поступать по Твоей воле. Помоги мне в этом, Господь». Аминь. Писание говорит, что если мы исповедуем наши грехи перед Богом, наш Бог, будучи верен и праведен, Он прощает наши грехи и Он записывает наши имена в вечную книгу жизни. И на впоследствии заключение хочу сказать, если бы вы находились, у вас был последний день вашей жизни, последний день, вы знаете, что завтра вы уже не проснетесь, о чем бы вы хотели вспомнить? Кто бы вспомнил о том, вау, я ездил на самой крутой машине, я жил в самом большом доме в моем соседстве, или я окончил пять высших образований. О чем бы вы хотели вспомнить? Скорее всего, вы бы вспомнили, что вы сделали для других людей, не правда ли? Какое наше отношение с нашими близкими или родными? Что станет после того, когда я уйду с моей женой, с моими детьми? Пусть каждый день, который мы проживаем на этой земле, будет как будто последний день, самый ценный день в вашей жизни. Аминь. Если есть минутка, уделите вашей жене, вашему мужу, вашим детям. Если есть минутка, окажите свою любовь к какому-то человеку. Каждый день, как последний день на этой земле. И поверьте, тогда мы сделаем меньше ошибок, и мы принесем больше добра. Божих вам благословений, я верю, что вы классные. До следующей встречи. Мне надо к жене теперь, после этих слов. Мне надо к семье.